Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия, Лена Иванова. Лена Степановна, здравствуйте! Добрый день! Рада приветствовать вас в нашей студии. Накануне, буквально вчера, состоялся совет по вопросам коренных малочисленных народов Севера, где речь шла о мерах по улучшению социально-экономического положения. Каковы основные итоги этого совета? Подводились итоги за 2017 год, а до того в начале 2017 года мы подводили за 5 лет по концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, где вообще комплексный план у нас по республике работает. Ну а так, если брать итоги, во-первых, это основополагающая отрасль коренных малочисленных народов Севера оленеводства. Там у нас по сведениям Государственного комитета по делам Арктики численность поголовья оленей увеличилась и где-то составляет около 160 тысяч. Плюс к этому у нас увеличивается численность занятых в кочевых, родовых общинах коренных малочисленных народов Севера. Сейчас их на конец года стало 174. Кроме того, у нас, можно сказать, что небольшие положительные тенденции у нас сохраняются и по изучению родного языка, ну и, естественно, по той финансовой и материальной помощи, которая оказывается коренным малочисленным народов Севера. Так, вот можно сказать, что впервые в республике Саха-Якутия по реализации закона о кочевой семье 30 кочевых семей республики получили субсидии для приобретения альтернативных источников питания. Они же в стадах находятся, да, но и для того, чтобы отапливать, либо там термопреобразователи покупают и солнечные батареи, допустим, вот по кочевым семьям. Кроме того, есть ряд вопросов по сохранению культуры, устойчивого развития. Вот это вот все есть. Лена Степановна, вот вы много уделяете внимания вопросам развития территории, традиционного природопользования и реализации республиканского закона, это нового закона в целом даже для Российской Федерации, да, который называется об этнологической экспертизе. И вот отмечено, что в 2018 году данный документ ожидает совершенствования. Вот каким образом это будет происходить? Вообще нужно сказать, Андрей, что 2016 год, он у нас в республике, в части вопросов жизнедеятельности коренных, был полностью нацелен на образование, организацию территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. И по итогам 2016 года, вернее, 2017 года, я могу сказать, что у нас сейчас их 59 ТТП, из них 55, они уже стоят в государственном кадастре недвижимости. Соответственно, любой недропользователь, ну, любой представитель бизнеса, который будет заходить на ту или иную территорию, они будут знать, что эта территория, значит, имеет особый правовой статус, правовой режим. Что касается закона об этнологической экспертизе, то этот год, 2017, мы вот все силы и в законодательном плане, и в нормативном обеспечении, и в финансовом, и по проведению семинаров, и так далее, консультационная помощь, это все мы, значит, обратили внимание на этнологическую экспертизу. К сожалению, так получается, что федеральное законодательство в некоторых случаях нам, скажем так, усложняет эту процедуру. И в итоге в республике Сахай-Якутия есть некоторые проблемы по проведению 44-го закона, это для того, чтобы эксперты проводили этнологическую экспертизу. Кроме того, излишняя бюрократизация, у нас проекты в этом году, некоторые, допустим, месторождения вертикальные, которые разрабатывает АО «Прогноз» с канадским участием, у нас они этнологическую экспертизу проходили на протяжении 10 месяцев. Но, тем не менее, в республике на сегодняшний день проведено 11 этнологических экспертиз, из которых 9 уже имеют положительные заключения в виде распоряжения правительства республики. И по которым, соответственно, если есть ущерб исконной среде обитания, выплачиваются компенсационные выплаты коренным отчисленным народом Севера. Как раз таки говоря о правительстве, в первом квартале 2018 года в правительство уже должен быть внесен законопроект по внесению изменений в Кодекс административных правонарушений республики, в котором должны быть установлены меры наказания для тех, кто уклоняется как раз таки от этнологической экспертизы, не имея на то законных оснований. Да, вы правы, Андрей. Но это, давайте так, во-первых, будет внесен и законопроект внесение изменений в закон об этнологической экспертизе. И кроме этого, будет внесение изменений в Кодекс административных правонарушений республики. Это будут два параллельных закона. По КОАПу, там действительно административное правонарушение влечет за собой, если юридическое лицо не исполняет закон об этнологической экспертизе. Сколько у нас недропользователей, которые работают на территории, где проживают коренные, но не исполняют его. И, кроме того, если на территорию традиционного природопользования приходят даже физические лица без уведомления органа управления этой территорией и проводят там какую-то хозяйственную деятельность. Это тоже должно внести за собой административную ответственность. Законопроект уже проработан. Он будет внесен сначала на рассмотрение в правительство республики, а потом в виде законопроекта пойдет в вилтумен республики. Ну, каковы шансы, что он реализуется? Ну, в любом случае, этот год мы очень плотно отработали с Минюстом, с прокуратурой республики Саха-Якутия. Правительство отработало практически, все его поддерживают. И вообще, надо сказать, что наш республиканский опыт как в законотворческом, так и в правоприменительной практике наших республиканских законов, более 20 законов в отношении коренных у нас принято. Это единственный, наверное, регион, где так хорошо нормотворчество у нас работает. Так вот, они изучаются и федеральным центром, и регионами Российской Федерации, и международным сообществом. И по аналогии с нашим республиканским законом, в федеральном правовом пространстве сейчас активно разрабатывается федеральный законопроект об этнологической экспертизе. Лена Степановна, каковы основные итоги деятельности министерства в целом, по итогам этого года, в сфере обеспечения устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера? Ну, вообще, нужно, наверное, единственное сказать, что та концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, которая была принята у нас в республике Саха-Якутия, опять же, одной из первых республик, которые приняли это, из 28 субъектов Российской Федерации, где проживают коренные. Те программы, государственные программы, где есть под программой поддержка коренных малочисленных народов Севера, все это у нас реализуется. Не случайно мы получаем в тройке тех регионов, субъектов России, которые получают большую федеральную помощь, финансовую, для реализации наших проектов. И то, что в марте 2018 года будет проводиться Седьмой съезд коренных малочисленных народов Севера, это все говорит о том, что сама политика и реализация этой политики, оно в действии, оно поддерживается и одобряется коренным сообществам. В последнее время ведется много бесед, обсуждений, дискуссий по вопросу формирования единого государственного реестра коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации. Вот Минобщество какую позицию занимает? Ну тут нужно сказать, что мы имеем свою отличную позицию, которая отличается от Федерального Центра и от других регионов Российской Федерации. На наш взгляд, этот реестр не решает проблемы национальной принадлежности. Ведь для того, чтобы войти в этот реестр, нужно все равно указать, к каким национальностям ты относишься. А мы единственный регион, который до мая 2015 года выдавали вкладыши к паспорту. А, к сожалению, сейчас ни в одном регионе Российской Федерации нет такой возможности документально подтвердить свою национальную принадлежность коренным. Соответственно, из-за этого возникает очень много вопросов и по вылову рыбы, и по охотпромыслей и так далее, и так далее. Так вот, позиция Республики Саха-Якутия, которая изложена в письме главы Республики Егора Афанасьевича Борисова, в адрес Федерального агентства по делам национальности говорит о том, что надо сначала установить документ, который бы констатировал ту или иную принадлежность к национальности. Иными словами, формирование реестра не решит всех проблем? Не решит. Он решит проблемы тех, кто работает и занимается традиционными видами хозяйствования, 13 видов, да, это оленеводах, охотники, рыболовы и так далее. Но для всего более 40 тысяч у нас проживает в Республике коренных малочисленных народов Севера, представителей, это он не решит. Лена Степановна, очень коротко, в начале 2018 года состоится большое мероприятие съезд коренных малочисленных народов Севера. Какая сейчас идет подготовка и основные вопросы, которые будут на повестке съезда? Да, Андрей, вот буквально неделю назад подписано распоряжение главы Республики Саха-Якутия, Саха-Якутия, которым запланировано проведение 20-21 марта в Якутске проведение 7-го съезда Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Большая работа уже начата ОРК-комитетом в том плане, что мы сейчас верстаем программу этого съезда. Естественно, по всем актуальным вопросам, которые имеют остроту, имеют звучание на всех площадках, они будут. Будут приглашены гости, эксперты из Москвы, из регионов ДВФО. Ну и, конечно же, уже идет избрание делегатов. Где-то около 100 делегатов будет у нас присутствовать на этом съезде и работать. Лена Степановна, большое спасибо, что приняли участие в нашей беседе. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гостью нашей студии был заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Лена Иванова. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех последних событий. Удачного вам дня!